Итак, темой моего доклада является один очень маленький фреймворк, который мечтает вырасти. Называется он Codot GMPI и... Пультик где? Но сначала я немного представлюсь. Меня зовут Константин, я являюсь студентом магистратуры на втором курсе, также контрибучу в MetaFedot aka... Извините, забыл, из-за волнения новое название. И работаю в Atom, занимаюсь системой создания помощи водителю при движении. Мечтаю в автопилоте на Жигуле пятерке, основанном исключительно на RL, ведь у каждого человека должна быть какая-то мечта. Итак, план у нас следующий. Мы с вами проговорим, для чего этот фреймворк предназначен, почему на него стоит обратить внимание, какие еще решения есть на GitHub. Также я вам покажу быстрая демо по его использованию и намечу дальнейшие планы по развитию. В конце выступления, если у вас будут вопросы, я надеюсь, они будут, я буду готов на них ответить. Итак, что же такое Godot GMPI? Если кто-то из вас работал с reinforcement learning, то как минимум слово GMP вам уже знакомо. Для всех остальных маленькая справка. GMP — это библиотека от OpenAI, в которой предложен стандартный интерфейс, с которым взаимодействуют все возможные библиотеки для reinforcement learning на питоне. Это эдакий стандарт. Собственно, Godot GMPI, как следует из названия, позволяет использовать 3D-среды, равно как и два среды, написанные на игровом движке Godot, с любым алгоритмом, который написан на Python. Чтобы сделать это, у него есть две основных функции. Первое — это базовые классы как для Python, так и для Godot, для того, чтобы вы могли быстро адаптировать уже имеющуюся игру под среду, пригодную для обучения RL-агента. А также он выступает в роли транспорта данных между Godot и Python с помощью протокола TCP. Итак, почему этот фреймворк должен быть интересен? В первую очередь, благодаря относительно быстрой передаче абсолютно любых данных, которые вы можете использовать для обучения вашего агента. То есть, например, вы делаете автопилот и хотите обучить автомобиль, который осуществляет навигацию за счет облака точек, которые вы получаете с LIDAR. Пожалуйста. Хотите, чтобы навигация вашего робота была с помощью камеры? Без проблем. Это достигается благодаря использованию формата protoboof, который ни один другой фреймворк не использует. Собственно, также вы можете писать мало кода для обеспечения транспорта данных из Godot в Python и сконцентрироваться исключительно на создании среды или на создании вашего алгоритма. И, в принципе, есть документация с примерами, что немаловажно. Она находится в разработке и скорое время будет уже выпущена в релиз. Какие решения вы можете найти, если погуглите что-либо, связанное с reinforcement learning и Godot? Кроме моего, вы найдете еще три репозитория. Среди них я бы выделил в первую очередь Godot RL Agents. Это самое популярное решение на текущий момент. Авторы очень сильно постарались и хорошо представили его публике. Из его отличительных черт является поддержка нового движка Godot 4 и запуск моделей в Onyx с какой целью, правда, не совсем понятно. Однако из его недостатков я бы хотел ответить поддержку исключительно Godot 4, которая является новой версией движка. И если вы новичок в Godot, вам легче будет катиться именно в третью версию ввиду наличия большего количества материалов. Он использует формат JSON для передачи данных, что ограничивает вас в том, на чем вы можете обучить своего агента. Соответственно, с JSON вы не сможете использовать изображение. Он недостаточно документирован, и, к сожалению, в нем частично работающие примеры. До того, как Godot GMP отпочковался от другого моего подпроекта, я пробовал переехать на Godot RL Agents, но нашел его не самым удобным в использовании. И, как мне кажется, мое решение более удобно. Следующий фреймворк — это JimGadot. К сожалению, развитие проекта прекращено, и это довольно не самая качественная поделка. Он не гибкий, в нем нет документации, и он также использует JSON для передачи данных и протокол TCP. Наиболее интересным является третье решение, которое, к сожалению, кажется, тоже больше не развивается, судя по репозиторию. Это Godot AI Jim. Главной его особенностью является то, что авторы реализовали shared memory для передачи данных. Таким образом, у них должна быть наибольшая скорость передачи данных. И также у них есть документация. Однако, это только под Linux, только под устаревшую версию движка Godot 3.2. Необходима сборка, необходимо писать много кода, и, собственно, вот развитие прекращено, о чем я проговорил. Может возникнуть вопрос. Вот если есть популярное решение, может просто законтрибутить в него? Может и стоит. Но, к сожалению, после того, как я открыл Issues, автор не согласился с моим видением использования протобуфа, и, собственно, поэтому этот фреймворк существует отдельно. И теперь давайте перейдем к быстрому демо. О том, как можно использовать этот фреймворк для решения ваших задач. Для того, чтобы не проходить весь путь создания игры на Godot от ноля, мы будем отталкиваться от того, что имеем. У нас есть готовая игра. В комнате есть робот, он управляется стрелками на клавиатуре. И при касании роботом красной сферы точка респавнится в какой-то другой случайной... Сфера респавнится в какой-то другой случайной точке. Собственно, для сравнения игры до применения фреймворка и после применения фреймворка, в котором она уже становится средой для обучения агента, здесь приведено упрощенное дерево проекта. То есть у нас есть также... Главная нода называется environment. Она же среда, в которой находится агент. Агент — это наш управляемый персонаж. Ворлд — это вся комната, включая сферу. И вообще, с точки зрения фреймворка, это три главные сущности. Агент — это то, кого мы хотим обучить. Ворлд — это все, что не является агентом. Но так как среда может быть интерактивной, там тоже может быть какая-то логика. Конкретно в этом примере — это, например, респавн сферы в какой-то случайной точке. И, собственно, что нужно сделать, чтобы вот такая игра стала пригодной для обучения агента? На самом деле довольно немного. Мы для того, чтобы наш агент мог двигаться в пространстве, мы снабдим его некими сенсорами. Так как мы как игрок смотрим на экран, агенту тоже нужно зрение. Предположим, у нас используются датчики, которые сообщают расстояние до препятствий и расстояние до цели. Направление агента мы оставим прежним — вперед-назад, вправо-влево, так же, как это было на клавиатуре. Собственно, дерево проекта поменялось не сильно. Видно, что поменялись иконки у Environment, Aged и World. Почему? Покажу на следующих слайдах. И также добавилась нода sensors, в которой хранятся наши сенсоры и, собственно, код, который описывает логику этих сенсоров. Но это все довольно кастомная история. Итак, давайте изменим World. С точки зрения фреймворка у класса World должно быть всего лишь два метода главных. Это метод Reset, который сбрасывает среду в какое-то начальное состояние, и метод GetData, который возвращает состояние мира, допустим, для каких-то ваших целей, которые вы хотите использовать в дальнейшем. Во фреймворке все называется Observations, но, тем не менее, стоит разделять. Действительно, Observations — это то, что вы забираете из агента, все остальное скорее является состояниями. То есть, по факту мы переписали метод Reset и добавили метод GetData. Готово. Теперь изменим класс агента. У агента помимо метода GetData и Reset добавляется один обязательный метод, который называется SetAction. В нем вы должны прописать логику, как ваше действие будет использовано во время игры. То есть, например, надо прописать, что, допустим, действие равно движение вперед, действие равно движение назад. И, в принципе, на этом тоже закончили. И остается лишь изменить Environment. До этого кода не было, теперь код добавили. Видно, что наследуемся от класса relEnvironment, прописываем обязательно метод Reset и, в принципе, обозначаем необходимые переменные World и Agent. Это обязательно. И прописываем, по какому адресу мы хотим, чтобы наша среда была доступна. Конкретно в этом примере используем localhostport 90.90. В принципе, можно использовать удаленную машину. И финальное. Для того, чтобы данные передавались, нам необходимо оформить сообщение. В файле Message.pro мы прописываем следующую структуру, как показано на слайде, из которой стоит отметить, обязательно должна присутствовать структура Message, Agent Data и World Data. Все, что находится в Agent Data и World Data, вы можете писать на свой вкус. Конкретно здесь для решения задачи у нас используются сенсоры, поэтому в Agent Data мы прописываем, что мы передаем информацию сенсоров, это float values. И также мы забираем состояние, поймано яблоко или нет. Яблоко – это та самая красная сфера. Это булевое значение. И все, что нам остается сделать за кадром, это стандартная рутина, которую так или иначе делать, если мы занимаемся RL на питоне. Нам необходимо написать Jim Environment. Только в этом случае мы наследуемся не от Environment из библиотеки Jim, а из Environment, который описан во фреймворке. Пишем свой или используем любой из любимой библиотеки алгоритм обучения агента. Запускаем среду в GDOT и запускаем обучение. В принципе, все. На этом готово. Я там говорил ранее, что с помощью этого фреймворка это единственный способ передавать картинки. Так вот, давайте разберем, насколько сложно поменять сенсоры, датчики расстояния на картинке. На самом деле, довольно несложно. По факту, все, что нам необходимо сделать, это переписать сообщение так, как показано на слайде. То есть мы выкидываем код о том, что мы передаем информацию о датчиках расстояния и пишем, что мы принимаем описанный здесь на слайде формат изображения. Меняем сенсор на RGB-камеру. RGB-камера как сенсор доступна уже в самом фреймворке. И чуть-чуть меняем код, который упаковывает данные из датчика в сообщения для передачи в Python. В принципе, вчитываться здесь не обязательно. Здесь основная цель слайда передач, что все это делается довольно компактно, очень быстро и очень просто. Ну, немного слукавил, что совсем просто. Если вы будете переписывать какую-то готовую игру, написанную на годов, под RL-среду, действительно придется сделать какие-то маленькие правки, потому что они являются неизбежными. Такие, например, я озвучил ранее, что необходимо писать set-action и потом переписать, где этот action будет использоваться. В любом случае, не громоздко. И какое дальнейшее развитие этого проекта? Собственно, хочется расширить встроенную во фреймворк конфигурацию. На текущий момент здесь есть лишь возможность задавать, сколько кадров подряд, агент повторяет действия. Это схема, описанная во всех алгоритмах, которые обучаются играть по таре. Что хотелось бы в первую очередь добавить, это сделать внутриигровое время быстрее реального, потому что сейчас это работает в реальном времени. Соответственно, если FPS будет позволять на вашей машине, то вы сможете получить гораздо больше сэмплов, если внутриигровое время будет быстрее. Следующий этап – это улучшить функционал по мере предложения пользователей. Поэтому пользуйтесь, пишите выше, что вам не понравилось, что хотелось бы улучшить. Если есть желание поправить самостоятельно, открывайте pull-requests. И самое главное, что хотелось бы добавить в этот фреймворк, чтобы полностью опережать все описанные выше, это добавить поддержку shared memory, потому что это наименьшее время передачи данных. Но здесь стоит отметить, что хочется сделать это решение платформы независимым. Так, чтобы это работало и на Windows, и на Linux, и на Mac OS, а не только на Linux, как было описано выше. И в перспективе, когда GADOT 4 станет более популярным, новички будут использовать именно его для того, чтобы вкатиться, в нем будет достаточно примеров, то добавить поддержку GADOT 4. И в заключение, хотелось бы поднять бокалы за то, что мы наконец-то можем использовать не только какие-то простенькие данные, но в том числе и картинки, когда обучаем своих агентов в 3D-сферах, написанных на движке GADOT. Буду рад видеть ваши звездочки в репозитории и предложения по улучшению выше. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. А здесь QR-коды, которые ведут на репозиторий, канал с анонсами по обновлениям этого репозитория, и также для связи указан мой Telegram и моя почта.